В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! Вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В рамках торжественного открытия недели детской и юношеской книги подведены итоги традиционного районного конкурса «Самый читающий класс». Читали очень много произведений и с помощью этого, наверное, выиграем. Подведены итоги 26-го районного многожанрового конкурса «Самодеятельного художественного и технического творчества «Веснушка-2019». Гудеева Анна, Центр детского творчества «Импульс» педагога Бересова Светлана Александровна! В мастерской при Георгиевском храме в селе Мамонова юные прихожане занимаются рукоделием. Работа очень кропотливая, требует усилия. В районном центре культуры и досуга подвели итоги традиционного районного конкурса «Самый читающий класс» в рамках торжественного открытия недели детской и юношеской книги. Книжкины именины отметили множество мероприятий. Ребят ждали мастер-классы, конкурсы и викторины, награждения победителей, театрализованные представления и встречи с детским писателем. Следила за происходящим и наша съемочная группа. На открытии недели детской и юношеской книги скучать не давали никому. Гости водили хороводы, участвовали в народных забавах, театральной викторине, конкурсах и многочисленных мастер-классах. Мы даем вторую жизнь ниткам распущенных из старых вещей. Из этих ниток дети могут приготовить разные поделки. На нашем кружке в серии булатниковые белые руки. Сегодня мы делаем помпоны. Это самый легкий и быстрый способ, без лишних приспособлений. Но все, конечно, с нетерпением ждали главного действия – награждения. Ведь ребята так много работали ради этой победы. Читали очень много произведений и с помощью этого, наверное, выиграем. Из библиотеки брали. Из рассказов о нем группу делали по тем. По прочитанным произведениям все конкурсанты готовили творческие работы, а также зарабатывали победные баллы на викторине. Конкурс проводится уже 14-й год, поэтому компетентное жюри довольно сложно удивить. Бывают невероятные работы. Я помню, позапрошлым году это были творческие работы. Тема была, по-моему, экологическая. И когда нам принесли работу огромную, и вы знаете, там такой сюжет, там плавают лебеди в море. Ну, то есть красота невероятная. Конечно, это не может не трогать. На сцене театрализованные сценки, песни и танцы чередовались с награждениями. Ведь номинаций победителей было довольно много. Ребят поздравляли с книжными именинами, а также открывали маленькие секреты. Ленинскому району исполняется 90 лет. Я хочу открыть маленький секрет. К этому событию будет выпущена новая, абсолютно новая, большая книга. Называется она «Энциклопедия». И будут в ней собраны различные интересные события, интересные люди, интересные факты нашей истории, района. От самых древнейших времен до наших сегодняшних дней. Школьников поприветствовал настоящий детский писатель Виктор Лунин. Он рассказал, что этот праздник придумал еще во время Великой Отечественной войны знаменитый писатель Лев Кассиль, а также прочитал стихи собственного сочинения. «Водим волками, тявкаем псами, львами рычим и кричим петухами, а вместе с нами, а вместе с нами целыми днями весело маме». Самыми читающими классами оказались 1-й А – Видновского художественно-технического лицея и 4-й Б – Видновской школы номер 4. Также выбрали самую читающую школу, самого читающего ученика и самый творческий класс. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Видновской школе искусств прошел Всероссийский открытый конкурс юных органистов. Он состоялся в рамках 6-го международного фестиваля «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху». Оценивало выступление участников строгое международное жюри. Послушала звуки органа и наша съемочная группа. Как одинокая мелодия постепенно насыщается новыми звуками, так и конкурс юных органистов постепенно набирает обороты. Он существует всего 3 года, но уже стал довольно заметным событием в мире музыки. Елизавета Хисина постигает тайны органа в музыкальной академии имени Гнесиных. Со стороны кажется, будто чувствует она себя довольно уверенно. Позже признается, волнение было, даже несмотря на богатый исполнительский опыт. Мне предложили заниматься органом, когда я играла на футепиано довольно долго уже. Уже 10 лет, наверное, я играла. И мне стало интересно попробовать новый инструмент. Я волнуюсь, волнуюсь всегда, чтобы все получилось. Волнуется не только Елизавета. Пока в зале строгое жюри оценивает мастерство участников, в фойе также можно наблюдать переживания исполнителей и их мам. Впрочем, эти люди уже победили, выбрав для изучения такой сложный, но необычайно красивый инструмент. Им низкий поклон, что они этим занимаются. Все дети, и спасибо огромное и преподавателям, и родителям, которые, несмотря на трудные условия, дома нет инструмента, органа, но они приезжают, занимаются и утром, и вечером, и время мало, и делают успехи большие. Всего в конкурсе приняло участие 22 исполнителя, в основном из Москвы и Подмосковья. Об уровне творческого проекта говорит и состав жюри. Кроме преподавателей российских престижных учебных заведений, в него вошел выпускник Королевской Академии Музыки в Лондоне, лауреат международных конкурсов Ричард Брезья. На меня произвело огромное впечатление выступления юных органистов. Их уровень очень высок, и несмотря на то, что выбрать нужно было только несколько победителей, все выступления были достойны. Хочу пожелать им успехов на этом поприще. Всех конкурсантов разбили на три номинации в зависимости от возраста, что вполне логично. Также надо отметить, что награды получили почти все участники, так как внутри каждой номинации разыгралось несколько дипломов. Хочется также поздравить педагогов, которые подготовили этих ребят к сегодняшнему выступлению. Очень рады за вас и желаю вам и дальше с таким же усердием, с таким же рвением, с таким же самоотверженным чувством заниматься с вашими детьми. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ В следующем году планируется, что конкурс расширит свою географию и увеличит количество участников. Максим Козлов, Егор Клябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Более двух с половиной тысяч юных талантов приняли участие в 26-м районном многожанровом конкурсе самодеятельного художественного и технического творчества «Веснушка-2019». Торжественное награждение и лучшие выступления победителей этого фестиваля талантов традиционно состоялись в кинотеатре «Искра». Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на этом празднике искусства. Конкурс-фестиваль «Веснушка» из года в год объединяет всех творческих детей Ленинского района. А по сложившейся традиции все музыканты, танцоры, актеры, скульпторы, художники встречаются здесь, в кинотеатре «Искра». Более двухсот с половиной тысяч ребят из 29 образовательных учреждений муниципалитета боролись за гран-при фестивали, программа которого состояла из девяти многожанровых конкурсов. Творческая мозаика, юный художник, серпантин, страна чудес, золотой ключик, «Юный техник», «Объектив», «Живое слово» и «Видновский гамбит». Нашим духовным наставником, вдохновителем является наш директор Центра детского творчества «Импульс» Нина Владимировна Бессонова. Это ее идея создать этот фестиваль. Он был один конкурс сначала, маленький конкурс, Центр детского творчества, и небольшие группы из школ принимали в нем участие. И вот он за 26 лет расширился, умножился, и теперь мы видим результаты. Одним из самых многочисленных жанров фестиваля является декоративно-прикладное искусство. В фойе кинотеатра «Искра» были представлены разнообразные работы юных мастеров из всевозможных материалов. А праздничный концерт начался с торжественного награждения участников. Фестиваль «Веснушка», как и его участники, совершенствуется и старается двигаться в ногу со временем. Так, например, в особой конкурсной номинации «Медиатворчество», которая с каждым годом становится популярнее и масштабнее, победили ребята из Развилковской школы. «Танцы, театр, цирк, прикладное искусство и вот даже медиаискусство. Дети после 14 лет уже сами снимают фильмы. И увидеть все это вживую надо больше-больше приглашать, хотя зал еле-еле вмещает. Это великолепный конкурс, он правда. Это на высоком уровне». «Видновский гамбит» – так называлась еще одна необычная конкурсная номинация, в которой свои силы попробовали юные шахматисты. «Выигрышные партии, они сродни этому искусству, поэтому и участники на этом конкурсе демонстрируют действительно творчество, потому что уже они выиграют эстетически, не просто там выигрывают на зевках, а выиграют и разыграют красивые партии». Дмитрий Ануров, выигравший Гран-при фестиваля, поделился своим секретом успеха. «По шахматам нужно иметь свою силу, разряд, но разряд не показатель. Нужно иметь свой интерес, талант и время». Праздничный концерт, в котором участвовали музыканты и танцоры, поразил всех разнообразием номеров и вызвал всплеск эмоций зрительного зала. А юные актеры удивили всех проникновенностью произведений и, конечно, талантливым прочтением. «Снаряды пролетали, срывались, смешалась кровью, черная земля. Была семья, был дом, теперь остались одни на белом свете только ты и я. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа не видать конца и края, только син сосет глаза». Завершился концерт традиционной веселой песней, которую исполнили все участники районного творческого конкурса «Леснушка». Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Весна – прекрасное время. Природа оживает после зимней спячки. Копель и первые цветы, однако в Лопатинской лесополосе вместо подснежников проклюнулись старые автомобильные шины. Собирать урожай отправилась наша съемочная группа. Надежда Кляйкина наткнулась на кладбище покрышек еще прошлой осенью. Но тогда она только переехала на новую квартиру, и за житейскими хлопотами ей было не до защиты экологии. «Вот за грибами ходила и по лесу гуляла, увидела старую колею, возможно, что по ней вот эти покрышки возили. Она проходит как раз от Расторгуйского шоссе и проходит до Оврага». Тогда зима скрыла место экологического преступления, но сейчас снег тает, а под ним десятки, а может быть даже сотни автомобильных шин. По словам муниципального депутата, мотивы преступления экономические. «Каждый владелец шиномонтажа, чтобы не платить деньги за утилизацию, потому что каждая покрышка там около 100 рублей стоит при утилизации его официальным путем. Поэтому они экономили на этом деньги, собирали у людей, которых меняли резину, и потом это плавно ночью вывозили в определенные места». Для таких бизнесменов повторим еще раз. На территории Ленинского района существует 10 пунктов приема покрышек, и они бесплатные. Но это на будущее. А пока мы попытались выяснить, кому принадлежит земля, на которой устроили свалку. В Видновском лесничестве нам сообщили, что участок находится в ведении застройщика. Мы решили пообщаться с застройщиком и отправились в офис продаж, однако сотрудники от комментариев отказались и отправили в Москву, в головной офис. «Москва далеко, поэтому мы зашли поближе в управляющую компанию. Там нам ответили, что застройщик ни при чем». «Территория не относится к Гранале. По 12-му. Она как раз стоит по территории Гранале, а она находится в данном случае вот здесь, я вам могу показать. Вот здесь, в 200 метрах. Вот в этом месте. Это не территория Гранале». Искать крайних можно долго, а покрышки продолжают отравлять продуктами распада почвы и грунтовой воды. Поэтому спасибо жителям, которые готовы наводить порядок в своем микрорайоне. «Мы готовы, жители, выйти на субботник, но нам нужна помощь с этим. Нам нужны люди, нам нужна техника, чтобы все это как бы расчистить». А лучшее, что могут сделать спорщики, это присоединиться к жителям и совместными усилиями ликвидировать свалку. Тем более, что с 30 марта по 30 апреля в Ленинском районе пройдет ежегодный весенний месячник благоустройства, где всем желающим администрация предоставит инструменты и технические средства. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. На территории Георгиевского храма села Мамонова была организована выставка под названием «Русская душою православная». Здесь представили редкие работы – тряпичные куклы в народных традициях авторства Людмилы Горбуновой. Секреты появления на свет этих уникальных экспонатов узнала Екатерина Коваленко. Уже 10 лет Людмила Горбунова создает тряпичные куклы в русских традициях. За это время на свет появилось более 300 экспонатов, и некоторые из них можно было увидеть на выставке, организованной на территории Георгиевского храма села Мамонова. И девица-душечка, и мужичок-бухгалтер, и баба-крестьянка, и пара молодых. Каждая работа – произведение искусства, а образ продуман до мелочей. Вот мужичок, который одет в домотканную рубаху. Рубаху я шила по всем правилам, то есть здесь есть ластовица. Нет никакой единой формулы и уж тем более моды. Работа может занять как несколько дней, так и затянуться на недели, а то и месяцы. Главное, по признанию Людмилы Горбуновой, делать все по велению души и сердца и включать фантазию. Как же рождается народная кукла? Все зависит еще от материалов. Материалы могут быть разные. Это может быть и солома, это может быть и, как я говорила, уже ткань. Это и черенок, ну просто даже черенок, деревянный черенок. И когда ты начинаешь облекать куклу, начинаешь ее одевать, вот тут рождается образ уже самостоятельно. Автор бережно относится к традициям. Ее детище создаются только из аутентичных материалов, уже бывших в употреблении. Именно так и делали в старину. Кстати, раньше в православных русских деревнях кукла была не только утешением для детей. Это было еще общение между матерью и ребенком. Своеобразный душевный быт. И возвращать эти устои крайне необходимо. Самое, конечно, важное – вот эта преемственность, та, которая утрачена. Вот, потому что сегодня мы возрождаем какие-то истоки нашей с вами древнерусской традиции. Ксения Шмелева впервые увидела таких кукол. По словам девочки, они намного интереснее современных. Их хочется разглядывать и даже делать своими руками. Они выглядят необычно, и это тоже своя история. Это история, которую я не знаю и которую хочется познать. Меня впечатлило больше всего объем работы и то, из чего это делается. Потому что некоторые материалы очень редкие. Иметь пару вот таких самой сделанных кукол хотелось бы. А Людмила Горбунова в ближайшее время планирует представить в храме и другие свои работы. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видно этого. Здесь же, в Георгиевском храме села Мамонова, недавно произошло еще одно радостное событие. При воскресной школе распахнула дверь и православная творческая мастерская «Пороскевушка», где маленьким прихожанам прививают любовь к одному из старейших искусств – рукоделию. Под чутким руководством взрослых ребята своими руками творят и созидают. Выбрали такое направление не случайно. Ведь жизнь православного христианина всегда была тесно связана с рукоделием. Детки будут заниматься всем, что связано с православием, с какими-то православными. Ребенок будет видеть итог работы, духовной работы. Мы занимаемся именно рукоделием. Рукоделием не мастер-классами, когда за один раз ребенок уходит с готовой работой, а у нас долгий процесс изготовления практически с нуля. В преддверии светлого пасхального праздника воспитанники мастерской приступили к первой большой работе – изготовлению пасхального яйца. Для начала девочки сделали заготовку из папье-маше, на это ушло целых три недели. Сейчас же пришло время декорирования. Бери вторую, тоже вот эту продолжай. 15-летняя Евросинья Подкидышева относится к своему детищу трепетно и с любовью. По ее словам, процесс созидания захватывает все сильнее и сильнее, и она постоянно думает, как еще усовершенствовать игрушку и сделать ее более красочной. Даже не видно то, что делается работа на протяжении долгого времени. Если вкладывать душу, работа проходит очень быстро. Работа очень кропотливая, требует усилия. Уже известно и будущее этих работ. В скором времени они будут отправлены на конкурс «Пасхальная радость». И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 30 марта, облачная погода будет держаться до самого вечера. С утра ожидается снег, днем – мелкий дождь. При этом температура повысится до плюс 8 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.